Девушки отдыхают Ну, наверное, все это все-таки родилось с текстов замечательных наших поэтов Анастасии Орловой, Наташи Волковой, Маши Рупасовой, потому что эти стихи такие прекрасные, такие современные, и есть какой-то жуткий недостаток современной детской поэзии. А у меня сегодня радость! Выезжаю я на юг, но научусь без круга плавать. Что же делать? Лопнул круг! Я обожаю детские спектакли, потому что детские спектакли – это какой-то, ну, вообще просто такой взаимоэнергообмен, потому что это самые непосредственные реакции, которые взрослые, может быть, что-то вскроют, а ребенок всегда напрямую что-то из зала ответит, и это очень круто. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Завидная и крыжовниковая. Девушная. Из анжира, наверное. Клубничная. Из крыжовника. Ананасовая. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мы играем 22-й спектакль. За предыдущий 21 спектакль мы собрали 9 миллионов 27 тысяч рублей. И спектакль действительно мы позиционируем как благотворительный, потому что все средства, собранные от продажи билетов, идут на программы фонда и на подопечных фонда. Вот такой душевный сладкий спектакль прошел в Театре нации. Сварили варенье и стихотворение и угостили настоящим. А, кстати, какое ваше самое любимое варенье? Еще больше свежих новостей и событий на сайте кассира.ру. И о других мероприятиях фонда Голчонок наши подписчики узнают первыми. Всем пока! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Моя бабушка и мама. Мама готовит до сих пор потрясающе. Бабушки, к сожалению, уже нет, но это самые-самые вкусные столы, которые я мог себе так представить. И все это было у меня дома. А сейчас любишь сладенькое? Конечно. Но я себя берегу. У меня же на сон выходить в аптеке у всех маленьких. Однажды, когда я была в больнице, в инфекционной больнице лежала, там не пускают, маленькая совсем была, не пускают проходить и можно только передавать, знаете, такие подачки на четвертый этаж, на веревочке. И один раз, мой папа был безбашенным человеком абсолютно, один раз, я поднимаю сумку и чувствую, что она там что-то шевелится. И я поднимаю наверху, понимаю, что он принес мне кота. Ну, конечно, Новый год, потому что на Новый год все время были эти подарки, и пока диатезом не пойдешь, все, и на Новый год вроде, ну, как бы нельзя было запрещать. Если там каждый день запрещали, то уж Новый год, а зачем он еще, чтобы наесться вот этих шоколадных подарков.